Стрельцы, доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас вновь приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на июль 2018 года. По традиции, расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Также Арканы дают вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести для себя этот месяц. Работать мы сегодня будем замечательной колодой Таро Книги Теней. Колода очень такая, знаете, добрая, светлая, такая, ну вы знаете, энергетически открытая, то есть дает такие потоки информации. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для всех, по той простой причине, что многим из нас необходимо смотреть Тараскопы не по знаку Зодиака, а по знаку своего акцентента в натальной карте. Поэтому сопоставляйте, как у вас ситуативно проигрывается в жизни, что больше по Асцентенту, да, Тараскопу или по знаку Зодиака, соответственно, так и просматривайте. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу. И будем с вами смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансах, здоровье, личной жизни и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. Башня. Башня, ситуация крушения. Но смотрите, здесь это не в отрицательном аспекте, а в положительном. Объясню почему. Во-первых, вы все в красном. Это энергия страсти. То есть то, что вы сделаете на эмоциях, либо вы сделаете в запале. А что именно? Здесь либо произойдет ситуация, когда, знаете, когда у вас были одни планы, а посредством обстоятельств вам придется кардинально их менять. Ну, то есть, например, вы вот собирались там идти на работу, случайно зацепили вас, у вас все разбилось. Теперь у вас задача идет убрать, да, а потом побежать по своим делам. Вот как-то в таком контексте. То есть, либо в целом какие-то события, которые кардинально могут повлиять на ваши планы. Подать их корректировке. Потому что с позиции вот стандартной колоды здесь башня не является, она не проигрывается в негативном аспекте. Здесь она просто, знаете, вот девушка даже говорит по телефону, если вам видно, да, то есть пытается каким-то образом сопоставить, что ее делать на текущий момент. То есть это, знаете, как скорое реагирование на какую-то возникшую либо проблему, либо обстоятельство, которое вносит коррективы в вашу жизнь. Давайте посмотрим, чего это будет касаться. Так. Что вас ожидает в плане работы? Аркан замечательный, карта императора, изображена здесь девушка. Укрепление своих позиций, своих полномочий, рост стабильности, карьерного уровня, да, может быть, рост в должности, какие-то новые полномочия, должностные инструкции. Вне зависимости от того, наемный работник, либо у вас свое дело. То есть это, знаете, поднятие своего авторитета, укрепление своих позиций, и в целом, вот то, чтобы, знаете, все делать и в срок. Почему? Потому что здесь отмечена дата на календаре, и вы справляетесь своими обязанностями. Потому что здесь одновременно и конспектируете, и общаетесь, и ведете какие-то таблицы, и пьете кофе. То есть, знаете, как Юлий Цезарь, «Женщина-огонь». Женщина-огонь в прямом смысле этого слова. Во-первых, «Император» — это униная стихия, непосредственно ваша, и характеризует вас, женщину, знаете, лидера. Не только женщину-лидера, но и такой вот аспект, который все горит в руках, в хорошем смысле этого слова. То есть вы одновременно можете делать несколько дел, то есть инспектировать несколько каких-то проектов. Вам все подвластно под вашему контролю. Вы всегда держите руку на пульсе во всех аспектах. То есть все успеваете. Скажем так, вашей энергетике, вашему запалу можно только позавидовать. Если вы на текущий момент без работы, здесь может быть протекция со стороны какой-то женщины и помощь в трудоустройстве. Если вы наемный работник, либо у вас свой бизнес, то есть однозначно ситуация улучшения ваших позиций. Так, в плане финансов. Могу поздравить. В плане финансов «Королева Пентакли» не зря будете вкалывать. Эта карта, ну, какая-то бизнес-леди. Женщины с хорошим остатком. Женщины независимые. В текущем аспекте это пока женщина, которая делится своим опытом с другими людьми, либо обучает. Причем, знаете, как вам скажу, если с позиции все-таки здесь проигрывается, как, знаете, как вам сказать, если с позиции работы, то сотрудничество с мужчинами, которые к вам неровно дышат, да, и за счет этого вы можете получать какие-то дивиденды. Если все-таки смотреть на карту в других аспектах, в других сферах жизни, здесь может быть получение финансов от любимого мужчины, либо какие-то неожиданные подарки от мужчины, которые позволят вам вложить в себя в свою внешность какое-то преобразование, либо в целом реализацию своего финансового потенциала. Вы знаете, как это наконец-то поперло. Поперло в финансовом аспекте все, вы можете себе что-то позволить, реализовать свои какие-то идеи, свои планы. Ну, соответственно, как вам сказать, ну, чего-то достичь. Вообще, карта семейная, не могу сказать, что это карта женщины и содержанки, хотя она изображена с мужчиной. В большинстве своем это карта женщины, которая знает себе цену, знает, как себя подать и задорого продать, в хорошем смысле этого слова. То есть, вы знаете, сколько стоит ваш уровень профессионализма, ваша квалификация и четко, знаете, как бы, как это преподнести и получить свои дивиденды. Так, с позиции здоровья. Двойка Пентакли, переменное здоровье, то хорошо, то плохо. Здесь необходимо найти баланс в плане работы и отдыха, чтобы это не сказывалось на здоровье. То есть, здоровье хорошее, стабильное, но иногда переменное. Критических моментов здесь нет. Единственное, что по двойке Пентакли, как я говорю, чаще всего это могут быть какие-то заболевания хронические парных органов, чаще всего у меня проигрывается как почки или надпочечники. Здесь вы уже, конечно, смотрите себя по ситуации. с позиции личной жизни. Ну, что мне вам сказать? Карта умеренность. Именно в этой колоде это карта, если вы состоите в отношениях, то привнесение романтики, какой-то вот заботы, внимания, одухотворенности к своему партнеру. Карта эмоционального контакта, налаживания взаимоотношений, может быть, знаете, по сути, как такого вот самоотдачи, весны любви. Карта, ну, вот знаете, тут больше даже не с позиции страсти, там, сексуального взаимодействия чувств, а с позиции, вот знаете, ощущения, как родственная душа, разговоры по душам, приятное время предпровождения, вот какие-то вот разговоры, ужин за столом, когда вы друг с другом налаживаете эмоциональный, духовный контакт, когда вы находите точки соприкосновения и взаимопонимания, либо если вы одиноки, то встречаете такого человека, который вас не только понимает, но и поддерживает во всем. Если вы в отношениях, то это только укрепление вашей связи. Так, и карта совет, шестерка пентаклей. Вы знаете, вот именно в этой колоде это карта приоритетов. Приоритеты в каком контексте? То есть, помочь тем, кто нуждается больше вас, хотя вы тоже, в принципе, да, не, скажем так, не та женщина, которая разбрасывается финансами, либо что-то позволить себе. То есть, это такое, знаете, как бы сопоставление помощи словом или делом. Но здесь, что-то из позиций совета, карта говорит, помогите тем, кто нуждается в вашей помощи. Неважно, как советом, какими-то наставлениями, финансовом аспекте. Это необходимо. Возможно, кто-то в этом месяце поможет вам. Что тоже, знаете, если вам необходимо, не стесняйтесь тоже просить помощи у своих друзей, близких, родных и так далее. Стучите, вам откроют. Давайте уточним вот все-таки эту карту. Что же это за общая атмосфера месяца? Что же здесь у вас было за кардинальные перемены? Чего они будут касаться? Прямо самое так интересно стало. А ну-ка. Так, выход от ситуации застоя неопределенности. в чем именно? Вы знаете, вот то, что вам приносило крушение, и поскольку только жезлов у нас больше отвечает за сферу работы, все, добились своего празднования ситуации. То есть, либо вы найдете себя в рабочем контексте, да, и у вас пойдет ситуация, вот, нашла свое, свое признание, свою самоотдачу, причем это для вас может случиться крайне неожиданно. то есть, например, вы уволились, для себя не ожидали, оп, и нашли ту работу, которую вы хотели. Либо же в целом так сложится обстоятельство, что для вас это будет неожиданно. Но это, понимаете, карта победы, карта счастья, карта празднования, карта успеха. И здесь я больше делаю все-таки акцент, это не касается не личной жизни, а все-таки каких-то вот профессиональных моментов. Ну, я вам этого искренне желаю. Вот такой у нас получился терраскоп на июль 2018 года. Напоминаю, что этот расклад был общего характера для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. До новых встреч.